С первых секунд матча стало ясно, что команда Саров и Кстова настроена решительно. Ни хозяева льда, ни гости не стали терять время на раскачивание, а сразу ринулись атаковать ворота друг друга. Спортсменам нужна была только победа. Открыть счет удалось лишь к середине первого периода. С тратницей в три минуты хоккеисты из Кстова забили две шайбы. Упорная борьба. Вначале забили удачно. Повели 2-0, 2-1. Где-то напряга была. Потом пару голов забили. Считаю, чуть-чуть вот это как-то сломило команду Саров. Ну, были моменты у них вернуться в игру. Ребята выстояли. Хорошая игра. Зрителям понравилось. Саровчане в этом сезоне уже встречались с хоккеистами из Кстова в начале декабря. Тогда наши спортсмены проиграли. Клуб Кстова – одна из сильнейших команд региона. Четыре года подряд она завоевывает серебряные медали чемпионата области в высшей хоккейной лиге. В этом году опять ставим задачу занять первое место. Ну и в плей-оффе не хотим попасть на команду Саров, потому что команда хорошая. В очередной игре атаки сменялись контратаками. Матч проходил на высоких скоростях. Лишь на 14-й минуте саровчане отыграли одну шайбу. Гол забил Ярослав Селякин. Во втором периоде саровчане пропустили три шайбы, в ответ забросив еще одну. Люди хотели больше. Было желание, было движение. Мы немножко вышли недонастроенные. Где-то, может, перегорели. Ну, как бы состав был оптимальный, максимальный. Я думаю, что могли зацепиться. Ну, где-то игра в артареи, где-то игра обороны немножко подвела. Третий период начался еще с одного гола в ворота саровчан. Остаток матча обе команды провели в нападении. То у одних ворот, то у других. Но больше забить не удалось. Итог игры 6-2 в пользу Кстова. Где-то на равных, где-то уступили. Вот те моменты, где уступили, их не хватило. То есть они забили свои моменты, мы не забили свои моменты. Плохо играем в обороне. Динамичная игра спортсменов не обошлась без нарушений. На протяжении матча обеим командам довелось поиграть в меньшинстве. Но не все нарушения правил заканчивались штрафом. Лояльность судей заставила нервничать хоккеистов. Соперник нарушал, и мы нарушали. И у них пропускали, и у нас пропускали. И поэтому игра ломается, и все переживаются, и нервничают. И все выходит из колеи. Следующий матч наши спортсмены проведут на выезде. 1 февраля они встретятся на льду с лидером турнировной таблицы команды «Спарта» из «Вачи». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.